За пропаганду терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей осуждены двое жителей Шардаринского района. Мужчины в возрасте 35-40 лет посредством сотовых телефонов распространяли радикальные идеи. В отношении граждан, проживающих в Чардаре, были дела такие, здесь они рассмотрены в связи с тем, что данное дело было окончено комитетом национальной безопасности, то есть департаментом. Они закончили, они находятся на нашей территории, поэтому дело было рассмотрено в нашем суде. Хотя, они проживали там и они распространяли такие сведения в том районе. За 6 месяцев суд Аль-Фарабийского района рассмотрел 11 коррупционных дел, по 8 из них уже вынесены приговоры, причем 6 случаев, это штрафы на общую сумму свыше 92 миллионов тенге. В доход государству уже поступило более 40 миллионов. Однако, есть один осужденный, который злостно уклонялся от уплаты штрафов. Приговор ему был изменен на лишение свободы. 90 миллионов – это директор, которому мы заменили это. Это директор колледжа. Он работал директором колледжа. Он давал взятку на сумму 3 миллиона, ему на 300 увеличили санкции, которые предусмотрены, 90 миллионов назначили. В связи с тем, что он не оплатил данную сумму, ему заменили на лишение свободы. А другие, вот есть сотрудники налогового комитета, которым назначили 4 миллиона 242 тысячи. Есть и другие среди них, которым назначили 4,5 миллиона, 7 миллионов, 2 миллиона. На сегодня рекордсменам остается исполняющий обязанности главного архитектора со штрафом 70 миллионов тенге. Суд предоставляет месячный срок, однако в случае оплаты части штрафа и правооправительства в суд заявлений, оправдывается срок исполнения приговора до 6 миллионов. Также продлены сроки расследования в отношении 4 сотрудников правовы для Дравского района, задержанных в мае этого года по обвинению в получении взяток и торговле наркотиками. Продолжение следует...